Рыбы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяца. Что вас ожидает? Первая карта для вас, мои дорогие, карта смерти. Здесь по карте смерти, знаете, у вас какое-то завершение чего-то старое из вашей жизни. Знаете, как новый период в вашей жизни. Здесь после какой-то трансформации в вашей жизни, здесь может быть то, что, знаете, трансформация идет то, что вы начали что-то новое в вашей жизни. Вы не хотите как по-старому, как поступали раньше, у вас уже как бы это в январь месяца вам не хочется. И у вас вот идет как трансформация самого себя. Давайте посмотрим следующая карта, вот что будет в начале января для вас, мои дорогие рыбы. Это карта сила. Высшие силы вас поддержат. Если вы осознаете четко, что вы должны что-то закрывать в вашей жизни, вот делайте это в начале месяца, потому что у вас, знаете, вселенная вас поддерживает. Они вам дают вам эту руку помощь. Самое главное понимать, что вы должны делать. Давайте следующая карта на начало месяца. Это у нас карта тройка жезлов. Тройка жезлов показывает, что в январе месяца вам все-таки придется какой-то выбор делать. Если это касается отношений, вы должны сами понимать, что у вас это происходит. Если это рабочие моменты здесь, но именно в начале января у вас, мои дорогие рыбы, будет именно касательно какой-то выбор. Все-таки вам придется сделать этот выбор. Давайте посмотрим следующая карта на середине, что касается этого. Карта волшебника. Здесь может быть касается ваше мастерство. Вот может касаться ваших, вот именно выбора работы. Потому что здесь, знаете, вы четко осознаете, что вы хотите делать в вашей жизни. Вы четко понимаете, что у вас именно в какой-то сфере у вас это получаете. Вы хотите больше, знаете, как бы развиваться. Развиваться, вот знаете, вот может здесь даже по карте смерти закрыть те страхи, которые, та уверенность, которая у вас думала, что не получится, и начать что-то новое. Но по волшебнику, вот по карте мага, здесь, знаете, вы настолько уже уверены, что у вас это получится. И здесь как бы высшие силы дают вам эту поддержку. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Рыцарь кубков. Плыть по течению. Если вы понимаете, что хотите, и вам придется сделать этот выбор, если это касается работы или отношений, вы сами это должны понимать, здесь вы должны просто не спешить. Вот вы должны четко, понятно, чтобы идти вот в ту сферу, в тех отношений, которые, знаете, может здесь не поступать как раньше. Вы спешили что-то, вы хотели что-то достичь. А просто ставить вот как идут вот эти перемены, вот именно как они сами по себе идут. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине. Семерка жезлов. Вот, знаете, через преграды, через трудность, через то, что, может, вы не доверяли, то, что неуверенно в себе были, у вас вот это и получается, вот, знаете, гармония даже внутри себя. Даже то, знаете, стабильное состояние, когда вы уже понимаете четко, вы должны радоваться тому, что есть у вас в жизни, то, что вас окружает. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Пятерка жезлов. Будьте аккуратны, потому что в конец месяца января у вас могут быть какие-то конфликты. Здесь самое главное, вот, не обращать внимания, потому что если сможете обойти вот стороной вот этих людей, то здесь нужно просто из-за того, что вы, то, что у вас имеется вот именно на началом и на середине, вот под конец вот из-за этих людей, чтобы вы эту силу, вот эту энергию не потеряли. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Десятка жезлов. Десятка жезлов, почему у вас могут быть конфликты? Может быть, вы хотите каким-то людям помогать? Вот вы хотите больше, вы знаете, вот из-за кем-то, ну из-за кого-то вы вот этот груз тащите на себя. Не нужно. Вы должны четко понимать, если стоит людям помочь, стоит. Если нет, то лучше вот не нужно вот эту руку помощь дать, потому что из-за того, что вы вот захотите помочь людям, у вас получится ваш груз, вот этот груз, то, что ваше состояние меняется, и именно вам будет вот душевное состояние тяжелое, то, что вы не поймете, что хотите. Давайте посмотрим следующая карта, вот карта совета, что вам высшие силы подсказывает, мои дорогие. Пятерка мечей. Здесь может, почему здесь могут быть люди из прошлого, которые у вас могут быть были какие-то спорные, здесь какие-то вопросы. И здесь смотрите, высшие силы может вам говорить о том, что здесь может повториться у вас из прошлого какие-то ситуации, какие-то, но это только в прошлом. Здесь не нужно бояться вот именно до конец месяца января, что это произойдется заново, потому что здесь только ваши страхи, ваша неуверенность, что это может произойти. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будут больше расклада о финансах.